Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия оборудования для тепловой обработки, которая применяется на мясоперерабатывающих предприятиях. Тепловая обработка – один из основных и наиболее часто применяемых технологических процессов, в результате которого сырье и мясопродукты претерпевают сложные физико-химические, структурно-механические и другие изменения, связанные с поверхностным или объемным проникновением теплоты в продукт. Цель тепловой обработки может быть различной. Подготовка сырья к дальнейшей технологической обработке, доведение продукта до состояния готовности к употреблению в пищу, предотвращение или уничтожение развития микрофлоры в готовом продукте или при его хранении. Выделение из сырья составных его компонентов. Изменение структурного состояния продукта. Тепловая обработка осуществляется следующими способами. Погружением в жидкую среду, вода, растительное масло и другое. Воздействие паром, воздухом, паровоздушной, пароводяной, дымовоздушной смесью, электроконтактным нагревом, энергией СВЧ, инфракрасным излучением, комбинированием перечисленных способов. Среда, которая передает теплоту продукту, называется теплоносителем. Передача теплоты продукту может быть прямым контактом или через теплопередающую стенку поверхность. Пар, как теплоноситель, в первом случае называется острым, а во втором случае глухим. Для тепловой обработки сырья и мясопродуктов применяют оборудование непрерывного и периодического действия. В зависимости от глубины проникновения теплоты в продукт, оборудование можно разделить на две. группы для поверхностной и объемной обработки. В первую группу входит оборудование для шпарки и опаливания. Оборудование второй группы предназначено для варки, запекания, охлаждения, пастеризации, стерилизации, вытопки, жира, обесклеивания шрота, деаэрации, копчения, сушки и выпаривания. Рассмотрим оборудование для пастеризации и стерилизации. Пастеризация представляет собой однократную тепловую обработку продукта, при которой уничтожаются вегетативные формы микроорганизмов. В зависимости от обрабатываемого продукта, пастеризацию проводят при температуре от 52 до 75 градусов Цельсия. Иногда от 80 до 86 градусов Цельсия. Пастеризации подвергают ветчинные консервы, паштеты, органопрепараты, консервы детского питания и тому подобное. Пастеризацию ветчинных консервов проводят в вертикальных или ротационных автоклавах. Прежде чем я перейду к рассмотрению другого оборудования линий тепловой обработки местных продуктов, важно нам остановиться и обратить внимание на правильное написание названия процесса. А название процесса пастеризации пишется через А. Потому что этот процесс был создан Луи Пастером, французским химиком и биологом, который разработал и вначале он открыл, а потом разработал средства защиты от микробиологического обсеменения продуктов. А также заложил основы вакцинации. Луи Пастер был одним из выдающихся ученых 19 века. Поэтому в честь него и был назван процесс пастеризация. И в честь этого ученого это слово пишется через букву А. А мы продолжаем рассматривать оборудование. При производстве пюреобразных гомогенизированных консервов детского питания для пастеризации используют трубчатые теплообменники с самоочищающейся поверхностью нагрева. Тепловую обработку продукта в таких аппаратах выполняют при температуре до 80 градусов Цельсия в течение 30-40 секунд. Такой кратковременный подогрев позволяет снизить общую бактериальную обсемененность продукта и сократить продолжительность его последующей стерилизации. Аппараты такого типа могут быть в вертикальном и горизонтальном исполнениях. Кроме пастеризации сырье и продукты подвергают стерилизации, которую проводят в автоклавах периодического и непрерывного действия при температурах от 100 до 140 градусов Цельсия. В процессе стерилизации уничтожаются вегетативные формы микроорганизмов и инактивируются споры, утрачивая на длительное время способности к прорастанию. Стерилизацией подлежат все продукты длительного хранения консервы. Кроме того, стерилизацию применяют для обработки мясопродуктов, получаемых при убое и разделке туш больных животных и разрешенных ветеринарно-санитарной экспертизой для переработки. Стерилизацию консервов проводят в основном двумя способами. Острым насыщенным паром без противодавления, это для консервов в металлической таре, и водой, подогреваемой паром с противодавлением консервы в стеклянной и жестяной таре. Стерилизация по первому способу заключается в следующем. После подогрева автоклава температуру пара поднимают до температуры стерилизации и с этого момента ведут процесс в соответствии с режимом стерилизации. По окончании процесса прекращают подачу пара и осторожно выпускают его остаток и конденсат из автоклава. Резкий сброс пара может привести к нарушению герметичности банок. После снижения давления автоклав открывают, выгружают консервы с продуктом и цикл повторяется. При стерилизации водой, подогреваемой паром с противодавлением, корзины с банками загружают в автоклав наполненный водой так, чтобы она покрывала верхний слой банок на 10-15 см. Температура воды должна быть на 10-15 градусов выше температуры продукта в стеклянных банках. А жестяные банки загружают в кипящую воду. После загрузки и закрытия автоклава подают пар, который вначале вытесняет воздух, а затем повышают температуру внутри аппарата до режима стерилизации. После окончания стерилизации отключают подачу пара и постепенно подают в автоклав сжатый воздух, а после вытеснения пара – холодную воду. Одновременно горячую воду сливают из автоклава через конденсационный вентиль. Холодную воду подают в автоклав под давлением для того, чтобы охладить банки и создать противодавление в аппарате. Подачу сжатого воздуха и спуск пара после стерилизации регулируют так, чтобы величина противодавления была постоянной. После вытеснения пара прекращают подачу сжатого воздуха и подают холодную воду. Давление в автоклаве поддерживают постоянным с помощью воздуха. После заполнения автоклава водой горячую воду сливают, а на ее место поступает холодная вода. Давление в автоклаве начинает снижаться через 10-15 минут до атмосферного. После охлаждения открывают крышку и консервы выгружают. Стерилизацию консервов проводят в автоклавах периодического и стерилизаторах непрерывного действия, вертикальных и горизонтальных, с загрузкой одной, двух и более корзин с банками. Кроме того, стерилизаторы различают конвейерные, роторные, гидростатические. Для стерилизации мясобольных животных применяют стерилизатор периодического действия. Трубчатый теплообменник фирмы Alfa Laval предназначен для пастеризации рецептурной смеси консервов детского питания. Он состоит из цилиндрической камеры нагрева, внутри которой находится ротор со скребками ножами. Последние установлены подвижно на пальцах, приваренных к ротору. Такая конструкция скребков позволяет им при вращении ротора отклоняться к теплопередающей поверхности и снимать, счищать с неё слой продукта. Ротор установлен в двух подшипниковых узлах с торцевыми уплотнениями, исключающими попадание продукта в подшипники. Продукт нагревается в кольцевом зазоре, образованном внутренней поверхностью камеры и ротором со скребками. Теплота передается продукту от теплоносителя, подаваемого в паровую рубашку через теплопередающую поверхность камеры. В качестве теплоносителя используют горячую воду или пар. Между корпусом и кожухом проложена теплоизоляция. Для вращения ротора со скребками служит гидропривод. Загрузка и выгрузка продукта, а также вход и выход теплоносителя осуществляются по патрубкам. Аппарат установлен вертикально на специальной стойке и прикреплен к стене. Подлежащий обработке продукта закачивается через патрубок загрузки в камеру. По мере прохождения по камере нагрева он непрерывно перемешивается и удаляется с теплопередающей поверхности с помощью скребков. Из камеры продукт выходит нагретым до требуемой температуры. Перед пуском аппарата его полностью продувают воздухом. В конце рабочего цикла после выхода продукта пропускают воду, что сводит к минимуму его потери. Поверхность теплообмена таких аппаратов от 28 до 85 квадратного метра. При этом производительность составляет от 350 до 1100 кг в час при нагреве от 5 до 95 градусов Цельсия и мощности установленных двигателей от 3,7 до 7,5 кВт соответственно. Для пастеризации применяют также аппараты аналогичной конструкции, но только с горизонтальным расположением камеры нагрева. Вертикальный двухсеточный автоклав представляет собой цилиндрический корпус со сферическим днищем, оборудованный откидывающейся крышкой с противовесом. Герметичность крышки достигается прижимным усилием гаек и наличием прокладки, уложенной в круговой паз. Греющий пар подаётся через барботёр, установленный в придонной части. Над барботёром располагаются корзины с банками. Для контроля за режимом стерилизации установлены термометры и манометры, подключённые к сосуду. Этот сосуд соединяется с циркуляционной трубой, связанный с внутренней полостью автоклава. В верхней крышке автоклава расположены отверстия для установки предохранительного клапана и продувного крана. В донной части по трубок спуска конденсата. Для регулирования режимов работы автоклавов, в которых консервы стерилизуют насыщенным паром без противодавления, применяют пневматические самопишущие регуляторы температуры с реле времени. При стерилизации консервов в автоклаве регулятор непрерывно записывает температуру составления термограммы. В течение всего цикла стерилизации регулируют температуру в период, собственно, стерилизации консервов. Удаляют воздух из автоклава в начале и пара до окончания стерилизации. Сигнализируют об окончании стерилизации. На пульте загорается лампочка. Установка для стерилизации консервов УСК-1 показана на слайде. Автоклав установки сварной цилиндрический корпус с внутренним диаметром 800 мм, закрывающейся крышкой с затвором байонетного типа. Корпус и крышка из нержавеющей стали и сплавов с эллиптическими днищами уплотняются резиновым кольцом, которое установлено в кольцевую канавку фланца корпуса и прижимается к фланцу крышки давлением воздуха, подводимого под кольцо от ресивера с редуцированием до значения 3 мегапаскалей. Теплообменный аппарат цилиндрический корпус, к обечайке которого приварено два патрубка с фланцами для подвода и отвода воды. С одной стороны к корпусу крепится охладитель с орибренными трубами из латуни, с другой крышка с тремя электронагревателями. В верхней части расположен датчик уровня, контролирующий наличие воды. Корпус и детали, кроме труб охладителя, изготовлены из нержавеющей стали. Наружные поверхности имеют тепловую изоляцию. Ресивер – это цилиндрическая емкость с внутренним диаметром 600 мм, состоящая из обечайки и эллиптических днищ, выполненных из нержавеющей стали. Бак – это емкость прямоугольной формы объемом полтора кубометра, изготовленная из нержавеющей стали. Стерилизация консервов при температуре не более 120 градусов Цельсия и давлении 0,34 мегапаскаль в автоклаве осуществляется орошением их струями горячей воды, подаваемыми через душирующее устройство. Такой способ обеспечивает равномерное распределение температурного поля внутри автоклава и высокое качество продукта после стерилизации. Требуемые эффекты достигаются путем прокачивания через замкнутый контур автоклав, теплообменник, циркуляционный насос, минимально необходимого объема воды с большой кратностью циркуляции. Вода нагревается в теплообменнике электронагревателями. Для исключения парообразования в автоклаве создается избыточное давление воздуха, подаваемого от ресивера. После завершения режима нагрева и стерилизации консервы постепенно охлаждаются душированием водой, охлажденной в теплообменнике. Техническая характеристика представлена на слайде. Гидростатический стерилизатор А9ФСА показан на слайде. Работа стерилизатора основана на принципе уравновешивания давления в камере стерилизации с помощью гидравлических шлюзов. Длина участка конвейера, находящегося в камере стерилизации равна 67 метров. Длины участков конвейера в зонах подогрева и охлаждения те же. Высота стерилизатора 18,4 метра. Банки консервов загружают в банконосители замкнутого непрерывно движущегося цепного конвейера, который подает их в шахту водяного гидростатического затвора шлюза. После прогрева банки поступают в камеру парового стерилизатора, где они нагреваются до 120 градусов Цельсия и затем попадают в зону водяного охлаждения, где их температура снижается до 75-80 градусов Цельсия. Выйдя из водяного затвора банки поступают в камеру дополнительного водяного охлаждения до 40-50 градусов Цельсия, после чего их выгружают. Производительность стерилизатора составляет от 40 до 60 банк в смену. Продолжительность, собственно, стерилизации занимает от 40 до 116 минут, при температуре стерилизации 113-125 градусов Цельсия. Мощность установленного электродвигателя равна 20,6 кВт. Трёхбарабанный стерилизатор роторного типа работает следующим образом. Закатанные и проверенные на герметичность консервные банки поступают по конвейеру в загрузочный люк барабана. Находясь в первом барабане, консервы прогреваются до 60-75 градусов Цельсия. Температура греющей воды 100 градусов Цельсия. И при помощи герметичного клапана поступают во второй барабан для стерилизации. Температуру и давление внутри барабана устанавливают в соответствии с формулой стерилизации. В случае необходимости противодавления создают сжатым воздухом. По окончании процесса стерилизации с помощью второго герметичного клапана консервы подают в третий барабан на охлаждение. Консервы охлаждают водой до температуры 40 градусов Цельсия. Стерилизаторы роторного типа оснащены устройствами автоматического регулирования температуры, давления и подачи охлаждающей воды. Скорость движения банок в аппарате может быть изменена вариатором скоростей. В стерилизаторах роторного типа консервы обрабатывают под давлением, превышающим давление насыщенных паров воды. Применяют аппараты также с раздельным охлаждением. Вначале под давлением выше атмосферного, а затем под атмосферным. Компоновка рабочих цилиндров может быть различной. Аппараты могут состоять из двух корпусов – стерилизатора и охладителя, работающего под атмосферным и давлением выше атмосферного. Трех корпусов – стерилизатора и двух охладителей, один из которых работает под давлением выше атмосферного, а второй – под атмосферным. Четырех корпусов – подогревателя, стерилизатора и двух охладителей для раздельного охлаждения. Банки, подлежащие стерилизации, подаются по загрузочной течке внутрь корпуса шлюзовой камеры. При этом банка попадает между зубцами приемной звезды и перемещается из области атмосферного в область повышенного давления. То есть, внутрь стерилизатора. При вращении ротора в стерилизатор банки перемещаются не только вокруг оси ротора, но и вдоль корпуса к выгрузочному устройству, которое работает так же, как и загрузочная течка. Очередная банка выталкивается из гнезда ротора в выем звездочки выгрузочного устройства зубцом специальной выталкивающей звездочки. Продолжительность стерилизации регулируется частотой вращения ротора стерилизатора. При выходе из стерилизатора банки сразу попадают в охладитель, работающий по тому же принципу, что и стерилизатор. Стерилизатор атмос имеет камеру, над которой установлен бойлер для предварительного нагрева воды перед стерилизацией. В камере находится перфорированный цилиндр с рельсами для перемещения сеток с банками и плитой для удерживания их в сетках. Аппарат имеет два насоса для горячей и холодной воды. Перед началом стерилизации заполняют камеру паром и водой. При стерилизации консервов в жестяной таре температура воды в бройлере должна быть несколько выше температуры стерилизации. Банки с консервами загружают в сетки, устанавливают в камере и герметизируют ее. Стерилизация начинается с момента поступления горячей воды из бойлера в камеру. Во время стерилизации перфорированный барабан вращается по заданному режиму. По окончании собственно стерилизации при одновременном вращении банок горячая вода из камеры поступает в бойлер под давлением холодной воды, подаваемой для охлаждения. Консервы охлаждаются также с вращением банок по заданному режиму. В бойлере в это время нагревается вода для стерилизации следующей партии консервов. Аппарат К7ФС2Б стерилизации условно годного мяса предназначен для стерилизации мясного сырья, зараженного патогенными микроорганизмами и признанного ветеринарно-санитарным контролем, условно годным для употребления после стерилизации. Стерилизатор установки представляет собой корпус, герметично закрываемый с торцов крышками. Единовременная загрузка аппарата 350 кг. В нижней части корпуса установлен змеевик. На кронштейнах, размещенных внутри корпуса, подвешивается 12 противней. Хидравлический затвор представляет собой ветвь из труб. В нижней части затвора имеется пробковый кран. В верхней части аппарата размещены манометр и термометр. Для сбора конденсата служит конденсата-отводчик. Пар подается в аппарат через патрубок 7, а охлаждающая вода в поддон через патрубок 8. Конденсат спускается через патрубок 13. Смесь конденсата и бульона отводится через патрубок 12. Аппарат установлен на 4 опорах. Принцип работы установки основан на прогреве мясного сырья до 85-102 градусов Цельсия вторичным паром, образовавшимся при кипении, залитой в корпус воды, нагреваемой до кипения острым паром, подаваемым в коллектор. Необходимая для стерилизации температура пара создается гидрозатворами и герметизацией внутренней полости корпуса, крышками и уплотнителями. Техническая характеристика аппарата представлена на слайде. Благодарю вас за внимание. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео в социальных сетях и мессенджерах. Подпишитесь на мой канал. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.